26 апреля 1986 года в полвторого ночи Валерия Голуба разбудил телефонный звонок. На тот момент он работал начальником транспортно-диспетчерского отдела Запорожглавснаба. По тревоге Валерия Никитовича вызвали на ликвидацию последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. Колонна отправилась в сторону Вильчи, где должны были получить металл, арматуру крупного калибра, которая не была на Запорожской металлобазе, для строительства очистных сооружений. Очистные сооружения строились в день и ночь, как очистные сооружения первого назначения, потому что миллионный город мог погибнуть. С момента трагедии в Чернобыле прошло 30 лет. О подвиге героев-ликвидаторов говорили много, но памятник чернобыльцам в Запорожье так и не установили. Теперь ситуация изменится, отмечают представители городской власти. Сегодняшняя, назовем закладкой, или сегодняшний митинг на этом месте, это лишь та малая частичка того, что должны отдавать тем людям, которые здесь стоят, которых нету сегодня с нами. 30 лет назад произошла катастрофа, и было сказано о том, что в Запорожье будет памятник. Сегодня мы находимся на месте, где будет установлен памятник ликвидаторам, героям Чернобыля. Вот в таком виде, который вы видите. Сами ликвидаторы отмечают, много лет обращались к властям с просьбой установить мемориал. Однако в ответ слышали лишь пустые обещания. Хотелось бы выразить благодарность за то, что городской голова выполняет свое обещание, которое он дал чернобыльцам. И несмотря на то, что забот при фронтовом городе хватает, он, приняв решение, выполняет его. Будущий памятник будет выглядеть вот так. Шар символизирует мирный атом. Черное поле под ним – зараженные земли. А зеленая площадка станет символом возрождения жизни после катастрофы. На мемориальном комплексе установят копии наград, которые вручали ликвидаторам. Вот это простая медалька с виду, но она давалась тем, кто был первый в 1986 году. Всем тем, кто был первый. Это как бы не государственная награда, но это дань уважения этим людям. Это, здесь написано, герой Чернобыля. Это общественное уважение. На митинге слова благодарности в адрес ликвидаторов звучали от представителей областной власти. Низкий уклон всем погибшим. Честь и хвала, которые сегодня с нами. Я хочу сказать, что государство вроде многое делает, но мы прекрасно понимаем, что мы все в неоплаченном долгу перед этой категорией людей. Я хочу сказать вам всем огромные слова благодарности, в первую очередь от имени наших жителей Запорожья. Я хочу сказать, что мы сегодня должны сделать все возможное, чтобы такая беда к нам больше не пришла. Участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС поздравили и представители запорожских предприятий. Мы благодарны тем людям, которые, не щадя своего здоровья, не щадя своих жизней, приняли активное участие в ликвидации последствий этой аварии. От всего комбината, наверное, от коллектива, многотысячного коллектива комбината «Запоросталь» Я хотел бы пожелать всем нам, прежде всего, мирного ясного неба над головой, крепкого здоровья, успехов и удачи. После минуты молчания участники митинга возложили цветы на место будущего мемориала. Субтитры создавал DimaTorzok